Другое решение. Три лебра, все три разного цвета. Докажите, что при этом найдутся четыре лебра, которые параллельны друг к другу и все одного цвета. Какие на самом деле варианты раскраски, чтобы это совсем очевидно? Можно поставить вертикальное, горизонтальное. Это одна раскраска. Вот это у меня первая. Представьте себе, что это второй, третий, второй, третий. А здесь идет так. Третий, второй, третий, второй. Понятно, что эта раскраска не такая, как предыдущая. А теперь задача. Докажите, что по сути, с точностью до вращения кубика и с точностью до переименования цветов, по сути, эти две раскраски, но это вот и есть все способы раскраски. Извините, это то же самое. Это только твоя лебра. Нет, это не то же самое. Смотрите, здесь вот есть параллельные лебра, из них два одного цвета, два другого. А там все одного, видите, V, V, V. Тут три, три, два, два. Условию задачи удовлетворяют, конечно, обе эти раскраски. Выберем некую вершину, из которой выходят три цвета. Но пусть это будет, например, самая верхняя правая вершина вот такого большого квадрата. Да. Посмотрим верхнюю правую вершину баликового квадрата, либо... Я понимаю, потому что, что сейчас сказал Коля, это разумная идея перебора. Предлагаю вас повторяю условия. Есть кубик, ребра которого покрашены в три цвета. Известно, что в любой вершине сходятся ребра трех разных цветов. Докажите, что обязательно есть какой-то цвет, что в него покрашены четыре параллельных лебра. Вот, например, на этих картинках, на левой картинке Г, 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 Г. Четыре параллельных лебра одного цвета, на правой картинке один, 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 четыре параллельных лебра одного цвета. Оказывается, такое обязательно будет. Эта задача очень несложная. Эта задача на перебор, на умение объяснить перебор. Начнем перебор. Вот, я написала картинки. Цвета вот в этой вершине идут как один, два, три. Дальше. Рассмотрим вот эту вершину. Либо здесь идет третий цвет, здесь первый. Либо здесь первый, здесь третий. Два варианта. Сначала мы берем вот этот. Если здесь первый, а здесь третий, то вот этот лебро должно иметь второй цвет. Да, да, да. Следующее. Должно иметь первый цвет из-за вот этой вершины. Да. Аналогично, вот этот цвет тоже второй. Да. Здесь третий. Да. Здесь первый. Значит, здесь второй. Все. У нас уже есть четыре параллельных лебра. Два, 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 два. Они параллельны друг к другу. В кубе. Не на нашей картинке, а в кубе. Да. И задача решена. Вот, найдены четыре параллельных лебра одного цвета. Хорошо. Этот случай разобран. Смотрите. Вот это лебро может быть либо второго, либо третьего цвета. Если это лебро третьего цвета, то это лебро второго цвета. Значит, вот это лебро первого цвета. Вот это лебро, соединяющий нижний... Да, да, да. Третьего. Ниже белой вершины. Третьего. Вот это лебро, из-за вот этой верхней вершины второго цвета. Вот это лебро, самое нужное, первого. Да, да, да. Из-за вот этой вершины. И все. И у нас уже есть четыре параллельных лебра один, 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 один. Последний вариант. Здесь третьего цвета и тоже здесь третьего цвета. И все. И уже нашлись четыре параллельных лебра третьего цвета. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...